Самбо, ча-ча-ча, румба, паса, джаев. Хвасты я не люблю. Вообще у меня медицинское высшее образование. Деньги дают? Деньги дают. На день рождения можно нет, у тебя занятия. За что я очень благодарна своим тренерам, которые со мной с детства. Поэтому нужно сразу подбирать себе партнёра. Я обязательно отдам ребёнка в танцы. Я хотела конкретно быть мастером спорта. У меня была задача, цель, я её сделала. Я со своим партнёром, вот мы с садика, когда я сюда только переехала, было очень тяжело. Не шею я, я уже начал тянуть. Можно мальчиков отдавать в спортивный бальный танц? Можно. Можно. То есть доходило до того, что прям мышцы просто вылазили с ног. О, блин, страшно. Всем привет, добро пожаловать в подкаст «Что-то новое». Меня зовут Сергей Басов, и у меня в гостях, представься. Яна Домненко. Привет, Яна. Мастер спорта по спортивным бальным танцам. Сразу. Нервная. Я всё сразу сказала. Можно я уйду? Всё, я сказала всё. Раз ты уже сказала, расскажи, как давно ты занимаешься бальными танцами, правильно? Ты бальник. Да, с шести лет. Как ты туда попала? Тебе родители привели или сама? Ой, на самом деле в садике, в общем, был у нас конкурс «Хрустальный башмачок», где нам предложили с мальчиком потанцевать в паре. Ну и так получилось, что мы очень хорошо с этим мальчиком станцевали. Да. И как бы мама говорит, о, надо в танце. Ну и всё. И вот после этого нас, моя мама отдаёт в бальные танцы, мы берём этого мальчика с собой, да. Всё. И вот от этого всё у нас пошло. У тебя много регалий? Угу. Ты примерно помнишь, сколько у тебя медалек? Потому что я видел кубки, медальки, и ты говоришь, это же половина, да, всё? Ну, нет, медали у каждого свои. Каждый за турнир даёт медали, а кубки мы делили. То есть один турнир партнёр забирает, один турнир я. Ну а если, допустим, на турнире мы танцуем несколько категорий, то мы так же делим, он забирает, я, он и я. То есть мы чередовались пополам. Скажи, какие сложности в бальных танцах? Потому что я, когда смотрел тренировки, это какие-то жестокие вещи, это крики, танцы. Ну да, вроде кажется, да, красивый вид спорта, всё, бальные танцы. Да, расскажи свой опыт, как, ну, как ты развивалась, какие соревнования, какие первые были соревнования, помнишь ли ты их? Первые, да, я начала танцевать с детьми. У нас вообще есть различные категории, то есть дети один, дети два, юниоры, молодёжь, взрослые. Я начала танцевать с детей, когда только, естественно, мы вышли первый раз на турнир. Сколько тебе было лет? Мне было семь лет. Да, мне было семь лет. Конечно, тогда ещё мы в такую попали атмосферу, где мы толком ещё ничего не понимали, что нужно, что куда. Занимали последние места, да, то есть нас не судили, нас не пропускали. Но за недостаточно большой срок. За какой? Ну, наверное, я не знаю, турниров 6-7 мы станцевали, нас приняли. Да, мы сразу заняли первое место. Да, и от этого уже потом пошло-пошло-пошло всё, нас уже как бы не могли особо куда-то сдвинуть, так скажем. А где ты выступала? Ты же сама с Омска? Вообще с Омска, да. Совсем недавно я сюда переб... Ну, как недавно, года три назад. Года три назад. Года три назад, да. По каким причинам? Муж меня увёз сюда. Да? Да, муж сюда меня увёз, забрал всё, сказал, будешь здесь. Ну, а я всё, я поехала, что делать? Я поехала за мужем. Пождественное, когда мы вернёмся, расскажи, где ты выступала, в каких городах, какие турниры, что, какие регалии, что завоёл, чем уж похвастаться? Ой, хваста я не люблю. Как или нет? Ну, ладно. Вообще, я чемпионка Омска, чемпионка Сибири. Много очень призовых мест было на чемпионатах, первенствах города Москвы. То есть, ну, каждый, вот в каждой категории, начиная с, получается, с юниоров один, я была чемпионкой. То есть, как бы, нас никто не мог обойти. Да? Да, на самом деле это правда, это так и было. Мы каждый турнир, когда приезжали, мы были первые. То есть, редкие исключения, ну, они были, конечно, не всё так прям гладко-складко, но, тем не менее, конечно, вот в основном мы всегда были первые. Вот поэтому у меня столько дипломов и медалей. От этого всё пошло. Вот. Что ещё рассказать, как про турниры, где... Ну, в основном это была Сибирь, то есть, это ближайшие города от Омска и Новосибирск, Тюмень, Урал, Екатеринбург, Барнаул, вот все ближайшие города. Практически каждые выходные у нас были соревнования. То есть, мы неделю тренируемся, потом турнир. Опять тренируемся, турнир. Поскольку нам нужно было наработать наш рейтинг, мы не могли их пропустить. То есть, все ответы... Там система рейтинга идёт. Да, рейтинг. Как бы это тоже очень важно. Вот. Чем больше ты везде выступаешь, тем лучше. Да. Ну, не просто выступаешь, нам нужно было ещё хорошо выступать. Да. Нужно было хорошо выступать. И рейтинг, есть российский рейтинг, сибирский рейтинг. Всё это считается. Ну, и вот. А как судится? Как вообще? Это же, ну, типа, никто быстрее пробежал, там, скорость или как? Как идёт судейство? Просто расскажи именно про этот спорт, как он выглядит. Потому что, типа, в моём понимании, вышли, что-то там танцуют, танцуют. Как это происходит? У нас есть две программы. Латиноамериканская и европейская программа. В латиноамериканское входит пять танцев. Это самба, ча-ча-ча, румба, пасса, джайв. Он зубочек. И европейская программа – это медленный вальс, танго, венский, фокстрот и квикстеп. Вот две программы. Дети танцуют две программы сразу. Но у них, они ещё не танцуют, допустим, фокстрот, они ещё не танцуют румбу, пасса-добль. То есть только начальные танцы. А потом уже, когда становимся уже взрослее, это с юниоров, тогда уже мы делим две программы. То есть есть десятка, где мы танцуем все танцы вместе. Есть конкретно латино, есть конкретно стандарт. Пять танцев, пять танцев. То есть вот в каждой категории получается отдельно то-то. И вот сколько вот я тебе категорий говорила в начале, вот каждую категорию мы танцуем отдельно. И это столько пар, считай, на турнире много. Представляешь? Ну, допустим, вот турнир… Как нет судейства? Когда я… что я видел? Есть большая площадка, паркет, да? Паркет, да, паркет. Очень много пар. Да, заходы. Ну, смотря сколько пар на турнире. Допустим, если по Сибири, ну, там не так много пар. Допустим, пар 50. Ну, совсем не много. В одной категории, в одной категории. А категорий много. То есть пар 50, начиная там одна, шестнадцатая, одна, восьмая, одна, четвёртая, в зависимости от пар. Приглашают на паркет. То есть танцуют первый заход, например. А когда они вырезались друг с другом? Ой, было дело, и падали, и всякое. Всякое разное было, конечно. Это интересно. Всякое разное было, и на самом деле даже танцуют, например, квик-степ, кто-то что-то нечаянно запнулся, ты падаешь, платье падает на тебя. Ну, то есть такое тоже было. Это нормально. Главное, выкрутиться красиво. Как будто так и должно быть. Вот. И выходит, допустим, первый заход оттанцовывает, заходит второй. И вот так первый, второй, третий. Если это, допустим, московские турниры, там, конечно, пар больше. Мы танцевали, было и 700 пар, и 600, 700, вот так где-то пар. То есть ты начинаешь с 6 утра, накрашенный, намазанный, весь с прическами, ты едешь на турнир в 6 утра. Там ещё, мы же у нас всё, мы мажемся, у нас специальный загар. Ну, видела, там всё такие... Зализываемся, всё это, да. Ну, это чтобы на камере лучше видно было, контрастнее, да? Да, ну, это вообще так принято. Так должно быть. То есть в детях нельзя. В детях как бы всё, там, не макияжа, всё строго. Но когда ты уже во взрослых танцуешь, там уже раскрас, всё как положено. Действо как происходит? Объясни мне. Когда куча народа на паракете, все чё-то шевелятся, чё-то танцуют. По-другому спрошу. Это объективный спорт? Не всегда. Не всегда. Это субъективно, мне кажется, больше. Субъективно, конечно, каждому судье нравится разное. То есть кому-то... Кто-то смотрит на технику, кто-то смотрит на эмоции, да? Кто-то смотрит на рейтинг. Ну, то есть пары есть, которые уже всё, это табу, они точно в финале. Автоматом? Автоматом, да. Вот, это интересно. Вот, ну, это правда, это так и есть. А как вот так, если ты приходишь, и у тебя там нету этого автомата, это же обида. Ну, типа, ты пашешь, потому что... Ну, какой-то нечестный. Если мы бежим, то, типа, я вперёд прибежал, я выиграл. Ну, да, если ты первый прибежал, то всё, нет. Да, если я больше голов забил, я первый. А здесь, типа, сумма всех составляющих, которые вообще от меня не зависят. Да. Ну, типа, что-то зависит, но... Ну, что-то зависит, да, а что-то от тебя не зависит. Могут и проучить на турнире, то есть бывали случаи разные. А что значит проучить на турнире? Ну, допустим, в каком-то суде ты не нравишься. Ага. Он может, даже если ты хорошо танцуешь, но он может тебя не судить. Что значит не судить? А как-то можно апелляцию подать, жалобу? Такое вообще есть? Ну, вообще есть такое, но мы этим не пользовались. Это бессмысленно, да? Да, как бы, бессмысленно. А ему не нравится, и всё. Вот ему не нравится. Чё, попало? Да. Ну, как-то... Нет, это вот такое, достаточно субъективно. Ну, это же, я думаю, это же с детского возраста, и дети растут. Это сколько людей, сколько нервов поломано, психики. Ну, тоже тут всё зависит, во-первых, родители, да, должны быть все заинтересованы. Тренеры должны быть заинтересованы. Это должна быть целая команда. Угу. Угу. Когда какой-то вот элементик один выпадает, звено, всё, как бы теряется весь смысл. Должны быть все в команде, за что я очень благодарна своим тренерам, да, которые со мной с детства ездили, везде возили, мы были всегда вместе, всегда болели, всегда поддерживали, как бы. Вот так вот. Это целая команда, это целая работа всех людей. Я понял. Расскажи, ты говоришь, и врезались, и ещё что-то было, какие-то курьёзные, яркие случаи поделись? Серьёзно? Ну, там локтём заедут, ногой заедут. Несканарочно делают. Когда вот в фильмах смотришь, там, знаешь, каблуки пилят, ну, или примерно. Ну, вот чтобы прям вот такого не было, чтобы прям... Ну, я не знаю, может, это, может, мне так показалось. Ну, так вот, чтобы прям такого ярого не было. Ну, случайно, может быть, конечно, может быть. Ну, хотя всё равно тоже вот уже взрослые пары, всё равно, они уже умеют обходить. Правильно где-то постоять, где-то подождать, обойти красиво. То есть взрослые пары, если уже это грамотные взрослые пары, они, конечно, не будут лезть на пролом. Типа, кто первый сдаст. Кто первый, да, кто там куда, кто больше, кто сильнее, кто дальше, нет. Уже взрослые пары. Взрослые люди постоянно танцуют, партнёры, мальчик с девочкой. Многие ли начинают... Дружить? Да, как это происходит? Потому что, ну, плотно и танец — это такая энергия яркая, которую, я думаю, насколько ты, ну, твой опыт... Ой, у меня нет такого опыта. У тебя лично нет? У меня лично нет. А вокруг? Ну, я знаю вокруг очень много пар во взрослом возрасте, которые действительно уже создают семьи. Уже всё как бы они уже всё вместе. Так и всю жизнь до того. Так и всю жизнь, да, как бы. Ну, я дальше уже, конечно, не знаю там, но, тем не менее, очень много таких пар. Очень много. Но у меня другая была история. Я со своим партнёром, вот мы с садика. Мы вместе были в садике, мы учились в одной школе, мы сидели 4 года за одной партой. То есть потом до 11 класса мы тоже были вместе. Каждый день школа, тренировки, школа, тренировки, мы были не разлей вода, мы уже как брат с сестрой. То есть мы настолько уже друг другу надоели... Что мы уже не общаемся много лет. Да, что мы уже не общаемся. Ну, правда, действительно, нас уже говорили, что у вас пора уже в Красную книгу записать, потому что мы реально очень долго были вместе. Вы считаете, мы на турниры живём вместе, идим вместе, спим, извините, тут тоже все вместе. Поэтому как бы у нас рано началось. Да, то есть некоторые где-то, допустим, встают в пару уже в более взрослом возрасте, а мы были ещё совсем маленькие. С ними я очень долго протанцевала, мы получили все регалии, какие только можно, мы стали мастерами, ну и тогда мы уже всё. Ты мастер спорта? Да, я мастер спорта. К чему-то, в общем-то, к чему я и шла. То есть я не просто хотела танцевать, я хотела конкретно быть мастером спорта. У меня была задача, цель, я её сделала. Здорово, поздравляю тебя с этим. Спасибо. Слушай, сейчас ты также занимаешься танцами? Сейчас я преподаю. Но вообще преподавать я стала рано, я ещё со школы преподавала. То есть ты сама танцевала и тут же преподавала? Я, да, и танцевала, и преподавала. Я работала в высшей школе спортивного мастерства спортсменом-инструктором. Вот, ну а сейчас я уже преподаю здесь, у вас, в городе. Сюда привезла? Сюда привезла, да. Ты, я помню, возила, да, я в Инстаграме видел? Вы ездили уже куда-то. Детишек, возила, да. Как опыт у тебя? Хорошие детишки, надо работать. Да? Да, хорошие детишки, хорошие родители. Поэтому нужно работать, заниматься. Я ещё недавно начала здесь. Вот, поэтому есть к чему стремиться. Нравится тебе вообще? Где, здесь? Нравится, нравится. Ну, на самом деле, когда я сюда только переехала, было очень тяжело. Почему? Тяжело было оставить всё, что наработанное там, годами. Там-то ты известна? Там, да, там как бы всё, там все меня знают, да, как бы всё сложно уже, всё. А здесь, я считаю, новый человек. Да, как бы здесь, по сути, уже всё своё, у всех там свои дела, у всех своя работа. Ну, тем не менее, как бы... Влилась? Влилась. К третьему году. Ну, слушай, лучше поздно. Ну, да, да. Это всё равно нормальный путь. Да, да. Сюда приехала, я тоже работала с детьми. Я работала в Академии Роял, за что я тоже очень благодарна, потому что я когда сюда приехала, я никого не знала. Я стала работать с детьми, я преподавала там танцы, вот, и как бы большое им спасибо за это. А сейчас я уже работаю в спортшколе Олимпия. Здорово. Да, кстати, сейчас там объявляется набор детей. Реклама. Первая интеграция, ну давай, дай мне. Реклама. Набирается дети. К тебе. Ко мне, да. Идёт набор детей с 7 лет. Что? На спортивный и бальный танцы. Раз уже пошла реклама, куда звонить, что делать, от чего танкнуть? Вот сюда. Вот сюда, пожалуйста, мой Инстаграм. С тебя кофе. Хорошо, сейчас после. Мой Инстаграм, и сюда можно ещё Олимпия. Там будет проходить набор. Ну, Инстаграм точно. Ну, Инстаграм точно. Инстаграм мой точно, пожалуйста. Кстати, это мне муж сказал. Посоветовал. Да? Это не я. А не ты? Молодец, молодец, муж. Ну вот, видишь, муж молодец, ему отдельно благодарность выпишешь. Да. Какие раз... Ну, я до этого хотел задать вопрос. Ну, продолжу твою интеграцию, так называемую. Какие плюсы и минусы получают дети по здоровью? И это важно, и минусы. То есть, ты же прошла с детства этот путь. Да. То есть, если какие-то там... Как вот после спорта? А это спорт. После спорта, конечно, это... Да, это же не физкультура. Да. То есть, физкультура... Травмы. Вот. Расскажи, что, какие... Ну, потому что всё это радостно и красиво, но я знаю, просто я видел одну тренировочку, и то я так понял, я просто попал на простую тренировочку. Слушай, я там потел, я сидел, смотрел, как идёт, как дети танцуют, там дети, подростки, да? Да, и маленькие. Да, и я типа, вы чё, бегите? Я им такие подошёл, говорю, бегите отсюда, вы чё, она рвёт? Нет, дети на самом деле уже приходят... Нет, поначалу дети приходят, конечно, они ещё не понимают, что от них нужно, что вообще... Да, сначала вроде как та-та-та-та-та-та, а потом уже всё. Когда уже более-менее подсердяные? Потом уже, да, когда они уже понимают, что мы хотим, тогда, естественно, уже всё строго. Потому что там такие крисы, тяни шею, я уже начал тянуть какой-то момент, ногу тяни шею. Ну, это тренировочный процесс, нельзя же, если только хвалить, какой результат будет? Там только орали. Я видел только... Не, ну без этого никак. Ну, мотивация. Да, должна быть мотивация, должен быть стимул, иначе, ну, как бы, дети очень быстро расслабляются. Они тоже приходят, они очень быстро прощупывают, что можно, что нельзя. А, типа, если можно полиниться? Да, если можно где-то полиниться, они это быстренько сразу ощущают. Поэтому всегда нужно, как бы, держать. Естественно, не всегда, там, ты кричишь, всё, должно быть понимание, когда тоже дети могут прийти в разном настроении. То есть иногда бывает, ну, действительно, ребёнок устал, это тоже, как бы, нужно понять. Но, это очень редко. Очень редко, ну, в основном, как бы, если ты пришёл, то ты должен работать. Всё. Это спорт. Про травмы. Да. Травмы, ну, вот девочка танцует на каблуках. Всё, всё время. То есть, начиная с детишек, маленький каблучок, потом уже во взрослых каблук громадный. Как, представляешь, как к ногам? Я нет. Ну, ты да, ты не представляешь. Ты не представляешь. Ну, реально, очень многие, представляешь, как устают. То есть, доходило до того, что прям мышцы просто вылазили с ног. То есть, я ходила в травмпункт, мне говорили, вам нельзя уже танцать, а у меня сборы. Всё, и я шла, шла, и на таких ногах все перематывала, всё, и шла, и занималась. То есть, как бы, тут болит, не болит, ты идёшь и... Ну, это если ты, да, это если ты занимаешься прям профессионально, если тебе нужен результат. То есть, есть, которые ходят просто, допустим, для себя. Но я считаю, это не тот вид спорта, которым ходить просто для себя. Время тратить. Время тратить, да. То есть, это костюмы, вся одежда там, это обувь. А у вас есть какая-то федерация, вам что-то выдают, деньги какие-то там, дорогу кто-то оплачивает? Что, как это происходит? Оплачивать дорогу, если ты, допустим, танцуешь за Сибирь, например, команда. За Сибирь там, или за свой город. Тогда федерация танцевального спорта оплачивает. Ну, там взносы есть? Взносы. Взносы каждый год. То есть, как спортсмены вносят взносы? Обязательно, да. Взносы. Потом ты приезжаешь на турнир, ты плачешь за вход, ты плачешь за регистрацию. То есть, ты везде плачешь. Плачешь сам. Никто за тебя не платит. Но если ты хорошо танцуешь, если ты занимаешь призовые места... Деньги дают? Деньги дают. Много? И деньги, и золото, и бытовая техника. Все как бы дают. А, да? Да, как бы... Когда я еще танцевала, по крайней мере, мы все это... И что давали? Сколько денег? Нормально денег давали. Ну, можно больше, конечно, но нормально давали денег. Нормально. Блин, ну это здорово. Да, как бы... Даже путевка в Таиланд была. Серьезно? Да, мы стали... Я уже не помню, какой был чемпионат Сибири, что ли? Мы стали первые, нам подарили путевку в Таиланд. Мы с партнером и с моей мамой. Да, и с моей мамой мы полетели отдыхать. Блин, ну это круто. Да. Но это стоило. Да, да. Поэтому, как бы, конечно, хорошо, когда ты приезжаешь там с медалями, с цветами. Конечно, приятное ощущение, оно того стоит. Ну и денег, конечно, ты в это вкладываешь тоже нормально. Все сборы, тренировки каждодневные. Выезжаешь на различные семинары, то есть это тоже обязательно. Поэтому, конечно, вложения хорошие. Вернемся к здоровью. Какие плюсы? Плюсы? Осанка. Походка. Вообще состояние. Мальчики учатся общаться с девочками. Девочки с мальчиками уже с раннего возраста. А есть такое предвзятое отношение к парням в танцах? Почему? Ну, это я не знаю, откуда пошло. Ну, это... Я знаю, я знаю. Я предположила, ты говорила. И вообще, как бы, с партнерами, ну, достаточно тяжело в бальных танцах, потому что нам больше девочек. Угу. Не все ведут мальчиков. Хотя, я считаю, это неправильно. Мальчики тоже... Для них это тоже большой опыт. Это тоже... Это очень большая физическая нагрузка. Поэтому, ну, вот так вот у нас. Не знаю, почему так с мальчиками сложилось. Не сложилось. А это... Ну, а есть такие? Какие? Ну, как я предположил. Или это только предположение? Ну, не знаю. Я таких не знаю. Может быть, есть. В хорошей позиции. Да, я поняла. Может быть... Ну, я вот... Есть разный характер, конечно. Есть такие более по-мужски. Есть, конечно, более такие воздушные. Понятно. Разные есть. Но это и в жизни так есть. Поэтому... Все нормально. Можно мальчиков отдавать в спортивный бальный танц. Можно. Можно. Все, не испортится. Не испортится. Нет. Нет. Хорошо. Какие планы у тебя на будущее? То есть сейчас ты работаешь... Я так понял, недавно, да? Нет, работаю я давно. Просто... В городе. Плюс я хочу свой клуб. Я хочу свой танцевальный клуб. Я хочу его развивать. Я хочу сама ездить везде на турниры. Руководить. Вот что я хочу. Сейчас это моя основная задача. А время? Это же много времени, да, уходит? Ну, много. Как семья? Семья нормально. У меня муж уже привык. Я же из другого города. У меня только если возможность какая-то есть, я хоп. Улетела. Хоп, улетела. Нередко видитесь? Нет, нередко видимся, но как бы он меня понимает. Он понимает, что я не могу сидеть дома. Мне нужно обязательно двигаться, мне нужно куда-то идти. Ты уже привыкла в этом ритме жить? Да. Потому что когда я сюда переехала, мне было очень тяжело. На самом деле я здесь села. После моей вот этой всей активной жизни, я еще закончила художественную школу ко всему. Вообще у меня медицинское высшее образование на то. Вот, на тебе. Так, и кто ты? Я вообще стоматолог. В стоматологе я пошла, потому что у меня папа стоматолог. А, ага. Да. Как бы я думала, на тот момент я думала, буду ему просто помогать в клинике. У нас клиника своя. Ты успела и отучиться, и танцевать еще? Да, я танцевала, я училась. Но это, конечно, было тяжело в медакадемии. Действительно. Я с турнира, намазанная, с прической, в белый халат быстро и пошла. Там как бы очень строго все. Это не от сессии до сессии. Живет студент весело. Нет. Тут как бы нужно было учиться. И в итоге ты сколько лет проучилась? Пять лет. И? И получила диплом. Получила диплом в высшем образовании. Немножко работала, да. Немножко работала. Твое или твое? Не мое. Просто пошла, потому что папа? Просто... Нет, я просто хотела для себя. Я хотела хорошее образование, высшее. Ну, мне это нужно было. Все. А сейчас я получила еще одно образование. Теперь я еще по образованию тренер. Да. Прямо сообразование? Прямо тренер, да. Да. Прямо тренер. Вот. А когда будет клуб открываться? Посмотрим. Посмотрим. Ну, я сейчас об этом думаю. Я, ну, как бы, как это все сделать. Я потому что еще в этом особо... Ну, честно скажу, я не разбираюсь. Я еще как бы... Поэтому спустя некоторое время я думаю, я это сделаю. Слушай, про мужа я слышу. А дети? Детей пока нет. Планируете? Но это тоже планируется. А вы успеете все? Успеем. Все успеем. Всему свое время. Все успеем. Вот, допустим, я захочу отдать ребенка. Что примерно, какой план действия я должен понимать? Что для этого нужно? То есть, сколько времени надо уделять? Сколько денег, ты говоришь, платье, там, вещи, что-то еще, какие-то поездки? Через какое время вообще ребенок может, ну, поедет, не поедет? Есть ли шансы, что он поедет? Как это происходит? Ну, во-первых, много времени, много денег нужно. Ну, сколько? Ну, я не могу сказать, сколько. У всех по-разному. Как бы, смотря кто, кто какие хочет, во-первых, результаты. Это первое. Второе, зависит тоже от ребенка. То есть, смотря сколько он неделю раз тренируется. В основном, кто хочет каких-то результатов, это почти каждый день. Ну, то есть, есть один, допустим, выходной. А так практически каждый день дети ходят на занятия. То есть, вот уже платье, костюмы, все это тоже недешево. Это под заказ все делаются или покупаются? Под заказ, каждому индивидуально. Ну, можно купить, конечно, готовое, но в основном все делают каждый под себя платье, допустим. Плюс это разные туфли на две программы, латино, стандарт. Это тоже. Ну, и, естественно, поездки. То есть, это ближе к хоккею, да? Ну, да. Можно так сказать. В хоккею тоже довольно дорогой спорт. Да. Поэтому, конечно, это все очень много сил надо. Это во-первых. Во-вторых, неизвестно, ребенок может приехать. Во-первых, нужен еще партнер, допустим. Да, ребенку надо найти партнера. А надо еще партнера? Конечно. Это самое главное. Это надо первое, о чем подумать, это нужен партнер. То есть, с мальчиком, я так понимаю, проблема. Да, поэтому нужно сразу подбирать себе партнера. Потом нужно обязательно, что нужно еще обязательно? Желание. Ну, желание, естественно, желание без него никак. Это готовиться, что тренировок будет много. Ну, то есть, ты там не прогулять, никаких там, это нет. Если ты уже занимаешься конкретно, то все. Будь готов, что занятия у тебя каждый день. Не рождение там, еще что-то. Я помню всегда. На день рождения можно. Нет, у тебя занятия. То есть, да, все строго. Дети, когда идут все гулять, ты на тренировку. Слушай, ну это внутренне, наверное, закаляет. Ну да. Какие положительные качества дал тебе спорт? Трудолюбие. Ну, я вообще сама по себе трудолюбивая. Уверенность он придает. То есть, как бы силу характера. Ну, я такой не была, наверное, сильной, мне кажется, никогда. Придает это силу характера. Это вообще проверяет на доверие людей, на уважение. То есть, очень много людей, которые вроде как тебе улыбаются, с другой стороны, уже не улыбаются. Да. Ну, это, я думаю, это везде так достаточно часто встречается. Поэтому, в общем, очень проверяет людей, как они к тебе относятся. Ты бы своего ребенка отдала в этот спорт? Я бы отдала. Да, я очень люблю этот вид спорта. Я считаю, это самый красивый вид спорта. Я обязательно отдам ребенка в танцы. Потому что я очень люблю. Очень люблю. Ты ему возможно не дашь хоть выбора или нет? Сначала нет. Пока будет маленький. Пока маленький не дам возможности. А потом пусть уже подумают. А потом тоже не дам, я не понимаю. Ну, знаешь, на самом деле, когда ты начинаешь с маленького возраста заниматься, ты очень быстро вливаешься в это все. И потом реально сложно оттуда уже уйти. Это на самом деле так и есть. То есть кто уже начал, кто поездил на турниры, кто уже посмотрел. Окунулся уже. Да, это реально секта. То есть это отдельный мир танцевальный, которому, ну, обычному человеку это не понять. Ну, кучками, кучками, все сами со своими. Да, у нас уже там свои какие-то проблемы, там все, все о своем, да. Но это как и в любом виде спорта. Я думаю, в хоккее так же, там и в плавании и так далее. Это везде так. А скажи, был ли у тебя опыт, дети, не дети, кто, допустим, уходит? По каким причинам? Ну, то есть были ли те, кто, допустим, что-то не получалось, уходил или возвращался? Нет, на самом деле это очень часто встречается. Или, допустим, партнер бросил один, да, партнер есть в другом клубе. Конечно, девочка пойдет за партнером. Как тебе жалко бы не было, там, как бы ты не растил этого ребенка, уйдет. Но это нужно понимать, и к этому нужно быть готовым, что может быть и такое. То есть нет, есть дети, которые действительно преданные, есть дети, которые будут идти за тренером до последнего. Но это у них, если команда, вот я про что тебе говорила, если этой команды нет, то, ну, так и будет. Кто туда, кто сюда. Довольно неприятно, когда ты с детства воспитываешь, и потом самый, допустим, на пике, он такой, ну, спасибо, до свидания. Ну, бывает так. К этому тоже нужно быть готовым. Нет, естественно, всякое бывает, всякое случается. Ну, это жизнь. А одиночно вы танцуете? Или только парный вид спорта? Нет, вообще. Потому что я видел, что есть кто-то по одному танцует. Есть, есть, танцуют дети соло, пока маленькие. Ну, есть и во взрослом, конечно, танцуют, но я уже это не приветствую. То есть, ладно, когда еще детки маленькие, да, они еще только выходят, пробуют себя на паркете. Тогда да, можно еще там, если нет партнера, какие-то обстоятельства с партнером или с партнершей, там, неважно. Тогда, как бы, можно там, они еще танцуют всякие этих ковбоев, там, утят, барбариков. То есть, ну, как бы, это нормально. Ну, а в старшем возрасте, конечно, для меня уже больные танцы — это пара. Это должна быть пара. Было такое, что, допустим, партнер там заболел, и не знаю, там, ну... Заболеть? Тебе выход... Вы выходите, а я уйду в туалет. Ну, то есть... Ну, ну... Нет, всякое бывает. Конечно, бывают ситуации. Мы танцевали, как-то я помню, на первую... То есть ответственность на двоих же делится? Конечно, конечно. Мы танцевали с утра до ночи, и был у нас финал, и нам нужно было танцевать уже... Сибирь вся за нас болела, нам нужно было танцевать уже время ночь. У партнера просто на спине реально вот мышца вся вылазит прям. А у нас финал, мы танцуем за Сибирь. Мы, естественно, там, мидпункт, там, уколы, не уколы. Я помню, уже у него фраг этот бедный где-то там висит. Ночь уже, там, эти мои ресницы, которые там уже в разные стороны. Но ты понимаешь, что нужно. И всё, и ты идёшь, и через силу, через боль ты идёшь к цели. Только так. Выиграли? Да, мы стали тогда вторые. И сколько там, 600 или 700 пар, я не помню. Да как так-то, блин? 600 человек, как выбирают? 600 пар. А, пар. Подожди, это ещё тысяч человек? Да. Ну, сейчас у нас разгар пандемии, когда был... Конечно, сейчас столько на турнирах не набирать. Сейчас вообще не было турниров. Сейчас такое время было тяжёлое, когда все сидели дома, кто-то онлайн занимался. Даже танцами онлайн занимаются. Вот, поэтому... А раньше, да, раньше очень много собиралось пар. Сейчас плюс, если сейчас проводят какие-то турниры, то, допустим, зрители не пускают на турнир. Скучно? А лучше же со зрителями? Конечно, когда болеют, когда всё, когда вот эта атмосфера. Конечно, когда зал пустой, ну, немножко не то. Ну, уже все согласны, хоть вы не с пустым залом. Лишь бы, да, лишь бы уже куда-нибудь выйти, выступить, показать. А ты сама скучаешь по выступлениям? Давно ты выступала? Я выступала, наверное, в семнадцатом или в семнадцатом году последний раз. На самом деле я не скучаю, потому что я очень много, очень много натанцевалась на самом деле. Мне, считай, с детей и вот до взрослых я танцевала, танцевала, танцевала. Я сейчас очень рада просто преподавать. Просто делиться своим опытом. Всё, как бы. Если мне сейчас скажут, там, идти на паркетс, танцевать. Не, я, конечно, выйду. Ну, чтобы прям я вот уже вот танцевать на паркетс. Нет, уже нет. Уже нет. Я уже смотрю на своих учеников. А, уже переросла. Да, я уже смотрю на своих учеников. Я смотрю, что надо сделать, где надо подработать, что надо ещё там подредактировать. Уже вот. Серьёзно это. Да. Очень ответственно. Ну, конечно. Тем более, работать с детьми вообще сильно ответственный процесс. Ну, да. Они формируются. Дети же разные бывают, да. Они шуще формируются за счёт тебя. Ты же как второй дом. Да. Да. Ты им, считай, закладываешь вот всё, допустим, общение. Вот это всё. Ты с ними очень много времени проводишь. Ездите вы на турниры. Да. Вы же всё это вместе. Вы проживаете жизнь вместе. Да. Не будешь себе брать такую ответственность? Нет. Я уже давно очень преподаю. Я ещё с 10 класса преподаю. Я уже, ну, как бы, я уже научилась немножко делить детей. Кто кому-то такой должен быть подход, кому-то такой. То есть я уже вижу. Опыт. Опыт. Да. Опыт. Здорово. Слушай, ну, я желаю тебе, чтобы все твои дети выигрывали. Спасибо. Становились чемпионами. Спасибо. Догнали и обогнали тебя. Пусть обгоняют. Пусть обгоняют. Я только рада буду. Ну, просто идут столько кубков, что, и то, я так понял, это не все, потому что... Да, это половина. Полно было. Я был удивлён. Тебе желаю открыть свою студию. Спасибо. Развиваться. Чтобы на своих детей... Кстати, студию откроешь, и своих детей побольше. И всё. И всё. И все будут танцевать. Спасибо тебе, что пришли. Кстати, ещё взрослые могут тоже приходить на латину. Вторая интеграция. Нет, просто взрослые тоже танцуют. Тот, кто любит, допустим, танцы, не знает, куда сходить, можно прийти ко мне. Я провожу занятия именно, да, для взрослых. Это взрослый. Вот хочешь, приходи. Будем танцевать. Я попробую. Хорошо. А латино, это что, тоже с партнёром? Нет, можно без партнёра. Ну, вообще, танцуем с партнёром, но латино-соло для взрослых можно без партнёра. То есть, чисто для себя. Это такие штуки? Да. Это такие штуки. Хорошо, я приду. А, раз интеграция, один урок бесплатный. Пожалуйста. Ладно, раз так, то и так, да? Хорошо. Договорились. Спасибо, что пришла. Тебе спасибо. Рассказали. Куча детей, надеюсь, тебе придёт. Ты их будешь возить на турнир, они будут заводить первые места. Спасибо. Всего-всего. Хорошего тебе. Спасибо. Спасибо, всё. Коронавирус. Ну, чё? О, блин, страшно. Хорошо. Всё. Всё. Да. Продолжение следует...